Верходанов об искривлении пространства. Ваши подписчики угорят со смеха. Ссылка. Давайте глянем. Так, это жулик. Здесь не только Верходанов. Давайте, вот первый тут Виби идет. Давайте начнем с Виби. Виби это у нас товарищ представляет официальную астрономию, придерживается фридческих лженаучных взглядов, но очень техничен в выражениях. Их не говорит откровенно, он обходит вот эти моменты, которые касаются проблематики темной энергии, черных дыр и так далее. Он выбирает выражение, чтобы об этом как бы и сказать, но чтобы его нельзя было сильно на этом распушить. Ну, давайте взглянем в момент его речи. Он удерживает скопление от разлета, получил некую величину, скажем, 10-14 масс Солнца. Ну, все замечательно и хорошо, но массу скопления галактик мы можем посчитать еще и другим способом, потому что скопление галактик — это галактики, галактики — это звезды. Для звезд мы довольно хорошо представляем, как соотносятся массы и светимости. То есть, мы массу скопления галактик можем посчитать еще и посчитав светимость входящих в него звезд. И вот эта величина оказалась существенно меньше. Причем меньше, хорошо так раз в 100. И именно на основании этого противоречия Цвики предположил, что, наверное, помимо светящейся материи в скоплениях галактик присутствует еще некая материя, не светящаяся. Вот зацените саму кайфность того, что мы сейчас услышали. Человек сказал, что наша официальная наука считает космос, считает процессы, происходящие в космосе. И между двумя официальными методами подсчета разница раз в 100 получается. То есть, это официальная наука. Вот вы видите каким-то расчетам, а ученые там что-то посчитали. Разница раз в 100 — это человек полметра, даже если будет ростом, да? Скажем, мы раз в 100 ошиблись или раз в 50 ошиблись — это абзац. Мы его сантиметровым делаем, этого человека полметрового. То есть, какие-то точные данные по вот этим безумным расчетам то, что они делают, они невозможны, никакие данные. Потому что у них сама вот эта вот концепция фундаментальна, она у них не сходится. Они отказались от адекватной ломоносовской версии строения вселенной, да? Комплексного взаимодействия. Ушли в сторону Ньютона. Ньютоновская механика им не дает. Космос у них не получается. И они пытаются натянуть саму на глобус, чтобы у них сходилась концепция. Им нужно очень много темной материи, темной энергии. Всего и везде. Люди много раз спрашивают про черные дыры. Скажите правду, есть они или нет. Черные дыры? Нет. Это невозможный объект. Его нет. Они фотографируют ничто. Там нет никаких черных дыр. То, что они фотографируют, это фотографии, это назвать нельзя. Это фальсификация изображения, генерация изображения объекта, которого не существует в природе. Это на полном серьезе. Никаких научных данных нет. И не появится. Но генерировать они будут. Они будут вручать себе Нобелевские премии за это и так далее. Так вот, темной энергии тоже нет. Темной материи нет. Просто люди не могут считать. Вот это вот жулики, это такие шарлатанчики безграмотные, которые что-то копошат, про вселенную рассуждают. И наши светила науки астрономические, типа Дмитрия Виби, типа светила. Это тоже обыкновенный жулик, несмотря ни на что. Его можно называть жуликом, потому что он занимается фальсификацией научных данных. Никаких черных дыр, темной вот этой вот себе бредятины нет. Ну и сейчас он вот случайно раскрылся про свои сто раз. Просто вот такие. Ну все замечательно и хорошо. Но массу скопления галактик мы можем посчитать еще и другим способом, потому что скопление галактик это галактики, галактики это звезды. Для звезд мы довольно хорошо представляем, как соотносятся масса и светимости. То есть мы массу скопления галактик можем посчитать еще и посчитав светимость входящих к нему звезд. И вот эта величина оказалась существенно меньше. Причем меньше, хорошо, так раз в сто. И вот эта величина оказалась существенно меньше. Причем меньше, хорошо, так раз в сто. И вот эта величина оказалась существенно меньше, причем меньше, хорошо, так раз в сто. Это апофеоз нашей современной лженауки. Они вот просто выходят, несут бред, который у них не сходится. Они продолжают отчаянно его вот дальше нести. Это Дмитрий Виби. Дальше. Тут у нас все-таки основной объект ролика. Это, кстати, эксперт антропогенеза. С антропогенезом и его экспертами это вот большая такая веселуха. Сейчас у Верходанов. Человек, который не может сосредоточиться, несет такую пургу, просто заслушаешься. Это действительно все очень весело. А до этого был Борис Штерн, которого наши люди просто не смогли не запомнить. Человек, который ничто объявлял тяжелым и так далее. Это его основное понимание вселенной. То есть люди, неспособные сосредоточиться, экстренно направляются на этот антропогенез, представлять физику. И там жгут. Жгут как могут. Ну вот сейчас вот давайте. 12 минут 55 секунд. Попробуем включить. Ну ладно. А на сцену, значит, теперь Олегом нужно придумать какой-то свой каламбурчик, который бы уравновесил вот это. А я приглашаю Олега Верходанова, который расскажет нам про искривление пространства. Олег Верходанов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник специальной астрофизической обсерватории РАН. Пусто. О. Я воспользуюсь... О. Специальная обсерватория РАН. Они там все обсервались уже в этой обсерватории. Которую Саша предоставил. И достану из кармана рюкзак, на котором написано антропогенез. Случайно. Случайно, да. Значит, он мне потом пригодится. Искривление пространства, когда оказалось, что я выбрал этот вопрос, на самом деле нетривиальная штука. Часто спрашивают, а что такое пространство? И еще, как его можно искривить? Ну и приходится смотреть. Вы открываете словарь, смотрите, что пространство – это многообразие, которое описывается набором каких-то... Вот понимаете, вот тут бред совершенно и начался. Пространство – это многообразие. Вот представьте, вы жили такие в пространстве, это реальный объект. Вы пространство бидона наливали молочко образно, да? Или там в термос чаек наливали. Тут выяснилось, что вы наливали это все в математическую модель, которая является многообразием. Многообразие – это вот если вот кривую проволоку над головой помотать, это будет многообразие. Это вот ну просто сразу же сказочный бред. Товарищ не может сосредоточиться и сразу уже врет комплексно. Это параметров, при этом открываете многообразие и смотрите, что это пространство таких-то параметров. Понятно, что идет определение как сипударий, сипудения и так дальше. Но мы определим пространство как множество точек, в данном случае как набор пикселов, который заполняет всю нашу Вселенную. В принципе, в этом плане можно что-то говорить. Однако это более-менее математическое, хотя и на пальцах объяснение. Оказалось, что все гораздо сложнее, когда Эйнштейн начал описывать окружающий нас мир так, чтобы описание это было красивым. И создал общие теории относительности и ввели термин, который называют… Вот сейчас вот эта концепция срабатывает – дверь, солдат и холодильник. Когда одно, второе, третье мысли скачутся как бобыны по веткам. Дверь, солдат и холодильник. Это вот он взял многообразие, потом самокупность точек, потом Эйнштейн. Тебя спросили просто, что гнется у пространства. Скажи, пожалуйста, одним предложением. У пространства гнется эта штука, которая типа есть. Сознайся, бедняжка, ты сейчас будешь полоскать, бредить длительно и упорно. Это называется пространство-бремя. И этот термин, вообще, вот эта формула, которую он записал, одна из самых красивых, но одна из самых сложных формул. Из нее получено много решений, гравитационные волны, черные дыры. И именно это самое искривление пространства. И много еще чего красивого и необычного, вроде кротовых нор. Но вот время и пространство в ней связаны. Мы не можем разделить время и пространство. Когда мы говорим… Время и пространство. Вот пришел, Вася связал, время и пространство. Шнурочками так из ботиночек взял, что-то там перевязал. У вас головушка закружилась. Вы не знаете, что такое пространство. Вы не знаете, что такое время. Вы просто верите, Васик, который типа связал. И вам это показалось красиво. И сейчас мы этот бред вынуждены слушать. Много тысяч людей, миллионы людей слушают. Вот это вот. Жить как жертвы на доверие поверили какому-то Васе. Эйнштейну проискривление пространства. Ну давай. Так, мы попрыгали по трем предыдущим вещам. Сейчас допрыгали до формул, до красоты, до темной энергии. Ты нам скажешь, что такое у пространства-то гнется? Нам не надо вместе у пространства и времени. Ты хотя бы по отдельности скажи. У пространства что конкретно гнется? Пространство мы сразу понимаем, что там есть еще одна координата с особыми свойствами. Три пространственных координата и одно временное. Их можно искривить. Что такое искривление? Как мы можем искривить пространство, в котором мы находимся? И вот на самом деле я просто использую как антропогенные ручки. И у меня тут есть такая штучка, которую каждый может сделать сам. Эта штучка называется скут. Бинт, я не помню кого. И мы можем нарисовать там вот такие вот линии. Космологи очень любят. Погнуть тряпкую резинку в пространстве ты можешь. Расскажи, как там не материю в пространство гнешь, а как ты само пространство гнешь. Расскажи, пожалуйста. Рисовать схемы по всему пространству Вселенной. И дальше сказать, что мы рассматриваем некоторую такую сетку, которую можем со временем растягивать. И то, как себя ведут вот эти линии, нам описывает саму кривизну. Как можно ее вообще увидеть, такую кривизну? Мы знаем, что свет в нашем мире всегда движется по самой простой, по самой короткой траектории. Эту траекторию, по которому движется свет, называется геодезическая. И когда рисуют такие штучки, вот пусть они будут геодезить. Свет не движется по геодезическому. Свет движется по любой своей траектории, которая может совпадать с геодезической, не совпадать с геодезической. Вот полностью врунишка. Даже когда вдоль солнца он идет, он не совпадает с геодезическими солнцами. Просто ты врешь, прямо сейчас, бедняжка. Геодезическая – это линия, проведенная на поверхности небесного тела, например, с земли. Ну, допустим, солнца. И что, свет не совпадает. Он может склониться, направиться туда. Все, то есть ты сейчас обманул публику. Тебя спрашивают, что гнется в пространстве, ты показал тряпочку, которая гнется. Тебя перепрыгнул на свет, попрыгал по формулам до сих пор. Объяснение – нет. Что мы можем сделать? Значит, у меня тут есть еще карта реликтового излучения, она немножко помялась. Но вот зато наше полное знание, а все вселенные здесь, мы положим ее тоже сюда, чтобы она в песне. Короче, он рассказывает, мы много чего набредили, до хрена чего набредили, и мы рассказываем вам про то, чего сами не знаем. Это было наше знание. И просто можем подцепить, а пусть будет так, вселенная наша пусть будет открытой. Можем подцепить вот такую штучку и посмотреть, как у нас изменится вот эта кривизна. И посмотрим, видно, тут на камере видно, где-нибудь, что там вот эти линии искривляются, их длина увеличивается. Изменение длины геодетической линии и есть искривление. Растянул резиновые трусы, пространство-то от чего не стало, ничего не стало. Вот, вот, блин, какие ребята, а? А само пространство, это вот все то, что нас окружает, если мы вот эти пикселы сделаем очень-очень маленькими. И тогда эти пути, по которым движется свет, будут растягиваться. Вот опять пути, по которым движется свет. Опять в риоту. Путают физические процессы материальные, происходящие в пространстве, и свойства самого пространства. И пытаются детишек обманывать. Он не сознается, вот наперед просто, известно, что он не сможет сознаться, что пространство гнется. Ни один еще теоретик не смог сознаться. И этот не сознается. Потому что это бред, сама концепция, бред, они вышептать не могут. Та типа уходите. Но что еще интересно, для искривленного пространства? У меня тут есть еще один какой-то... Вот уже для искривленного пространства. Он вот типа вам помахал тряпочками, порастягивал резиночки, да? И все, уже для искривленного пространства, что интересно. Вот. Значит, как раз тот вопрос, который связан со столкновением Вселенной. Мы можем взять пространство, искривить его. И окажется, что искривленное пространство обладает энергией. То есть мы можем взять очень много энергии, какую-нибудь массу. Где там соколок? Я здесь. Я спрятался. Вдруг взрывать будешь что-нибудь? Нет, вот прямо я тебя из бумаги. Как работает искривленное пространство? Я могу сказать, что есть теории. Сейчас я сначала промахнусь. Ты нам нужен живым. Так, а? О! Ну ничего, на середине упало. Значит, смотрите. Есть такие теории. И они очень любопытны. Если у вас есть кривизна пространства, неважно, как вы ее сделаете, вы оттуда раз, убрали массу. Это вот как бобыдно скачутся. Вопрос, одно вопрос. На рогатку теперь поскакали. Из рогатки мы постреляем. Даже из рогатки толком стрелять не можем. Дорогие мои детишечки, расскажу вам, как искривляется пространство. Такого сделать нельзя. Но, в принципе, мы же боги. Что хотим, то и делаем. И вот эта штука, которая выпрямляется, это же энергия. Она может породить и Вселенную, и какую-то другую массу. И да. Энергия может породить Вселенную, массу, ну, просто товарищ, ну, как она тебе Вселенную породит, если она сама находится во Вселенной. Пончик породит кухню, не породит пончик кухню. Молоко не породит корову. Даже гравитационные волны, которые точно так же могут распространяться. То есть искривленное пространство – это еще и энергия, которую, может быть, в дальнейшем будем использовать. Итак, что такое искривление пространства? С одной стороны, это увеличение или искривление траектории, а именно геодезической линии, по которой движется свет. А еще – это некая потенциальная энергия, которую можно использовать для очень разных целей. Спасибо. Молодец. Искривление траектории. Искривление траектории, ты сказал, что искривление пространства и искривление траектории. Поздравляем, ты только что публично нарушил первый закон логики, закон тождества. Иметь ни одно значение – значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо ничего невозможно мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. То есть вот этот вот предыдущий твой повествовательный бред двигался к одной кульминационной точке, где ты нарушаешь законы логики. Люди, нарушающие законы логики, не являются адекватно мыслящими. Это просто, ну, травмированные люди, в лучшем случае. Разумное мышление у них отсутствует. Ваше мышление, товарищ, неразумно. Зачем вы заражаете этим нашу аудиторию, если вы не злонамеренный обредитель, если такое предполагать? Спасибо. Спасибо, Олег, Олег первый. Олег первый. Ну, я сейчас просто хочу спросить. Поднимите руки, кто понял. Так, подождите. Поднимите руки, кто ничего не понял. Спасибо. Олег, недоработка. Недоработка. Приходите еще. Короче, ни одна чапчелица в мире не может догрюкать, как оно у вас искривляется. Вы сами этого не знаете. Нет ни одного ученого в мире, который знает, как искриваться, потому что оно никак не искривляется. Нету пространства той самой штуки, которую можно погнуть. Пространство и время никаким образом невозможно объединить в одно понятие, в один объект, потому что время – это сравнительная характеристика длительности протекания процессов, а пространство – это реальный нематериальный объект. То есть, это две вещи несовместимые. Только у вас бедняжки, которые мне сказали, что такое пространство, могут что-то пытаться слепливать. А так, это большая стыдоба. Ивер Хаданов стыдоба. И все остальные эксперты по физике у общества антропогенез, то есть, предыдущий Штерн, тоже стыдоба. Вы просто какой-то шлаг постоянно несете. Кстати, такое складывается впечатление, что антропогенез, либо А специально собирает одних вот этих конченых фриков себе в эксперты, либо, ну им дали вектор такой, популяризируете лженауку, и они вынуждены просто вот этих реальных смешных людей, которые не могут сосредоточиться, притягивать себе на популяризацию и раскручивают вот этих вот ребятишек. Это жесть. Это 21 век, это наша сегодняшняя реальность, в которой лженаука уже захватила нашу страну, наши образовательные учреждения. Они публично вот так вот пиарятся, играются, собирают зевак, они опять получили способы влияния, уже бумажные, это когда в каждой школе старшеклассника преподают астрономию, написанную вот этими вот группой лжеученых, исповедующих вот эту вот концепцию. То есть в каждой нашей школе с недавнего времени по специально приготовленным учебникам обманываются наши дети, превращаются, доводятся до скотского состояния. Когда человеку в голову втыкают уже научные тезисы, когда его обманывают, его доводят до скотского состояния. Мы с помощью вот этих вот сволочей доводим до скотского состояния всех наших детей. Они будут верить в черные дыры, в темные энергии, в темные материи, кротовые норы и прочий, прочий, прочий бред. Тогда вот этим вот сволочам. Давайте что-то делать. Вот на всей планете нет ни одного нормального учреждения, которое бы с этим боролось, которое бы с этим боролось. Нет ни одной организации. Если мы с этим бороться не будем, то все, через какое-то время они доделают, они полностью доделают наше общество, наше сообщество, разумных людей. И все будут вот с таким трепанированным мозгом ходить, думать, что они там произошли от черной дыры или от большого взрыва. Конченая ситуация. Подключайте, что-то делайте, распространяйте нашу информацию, как-то помогайте. С вами был Виктор Катючев, телеканал «Научный трибунал». Мы делаем одно очень важное дело для нас всех. Давайте это делать вместе. С вами был Виктор Катючев, телеканал «Научный трибунал».